Это программа в центре внимания. Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Смотрите в этом выпуске. Выжженная земля. Кто поджигает дома в Карабахе, которые должны вернуться азербайджанцам? Местный радикализм. Какие выводы сделали в Кремле после ложных обвинений Еревана в адрес России? Всенародный юбилей, как отметили 80-летие Муслима Магомаева в Москве и в Баку. На неделе в центре нашего внимания ситуация в Латчинском районе Карабаха. Накануне Азербайджан объявил о завершении строительства альтернативной автомобильной дороги в объезд города Латчин, которая должна связать Карабах с Арменией. В мирных договоренностях прописано, что после завершения строительства дороги город Латчин и села Забух-Исус переходят под контроль Азербайджана. Азербайджан выполнил свои обязательства. Новый маршрут построен. Дальше уже это не проблема Азербайджана, если Армения за это время ничего не делала. Эта проблема уже армян. Коридор должен находиться под контролем России, потому что подразумевается, что аналогично будет решено для Зангизурского коридора. Разумеется, регулировать все вопросы там должны не армяне, а погранслужбы ФСБ России. Если же Армения будет настаивать на то, что она будет контролировать, ну соответственно в Латчинском коридоре тогда уже будут официальные органы Азербайджана. Армянские власти призвали граждан, которые примут решение покинуть свои дома в Карабахе, оставить жилье цело, не поджигать. Однако уже в сети появились ролики, где некоторые жители сжигают свои дома, как это было после окончания Второй Карабахской войны. Российский эксперт Игорь Коротченко сделал предположение, почему жители не слушаются властей. Давайте говорить, это все-таки армянские эмигранты с Ближнего Востока. Они никогда здесь не жили и, соответственно, теперь проявляют какую-то неконструктивную позицию. Это категория людей, которые пришли, они пришли на азербайджанские земли, пытались здесь их колонизировать. Теперь, когда им сказали, что ситуация изменилась, они пытаются что-то там делать. При этом Азербайджан не выдвигал в качестве непременного условия эвакуацию армян из данных населенных пунктов Лачинского района и согласен на то, чтобы проживающие на этой территории около 350 армян продолжили жить там. Но при условии, что они станут гражданами Азербайджана и будут жить по законам Азербайджана. Кстати, некоторые жители уже изъявили желание остаться. Если люди не запятнали себя реально военными преступлениями, диверсионными акциями, в силе, опять же, слова Ильха Малиева, когда он сказал, что, разумеется, никакой там автономии не будет и невозможно, Азербайджан един и неделим, но в рамках, собственно, обязательства Азербайджан предоставит равные условия для армян, которые захотят получать азербайджанские паспорта. У них же там, да, свободный выбор, действительно. Они могут интегрироваться в азербайджанское общество и спокойно жить. Азербайджан — мирная страна, у которой прекрасные многофункциональные отношения, и в Азербайджане живут разные народы. То, что они находятся под определенной пропагандой и находятся под определенной агитацией, ну, это, да, некий факт, который мы сейчас видим, который есть. В любом случае, выполнение мирных договоренностей воспринимается в Армении болезненно. Недавнее обострение на ледние соприкосновения сторон, скорее всего, связано с новостью об окончании строительства новой Лачинской дороги. Однако Армении предстоит выполнить все договоренности, чтобы подписать мирный договор с Азербайджаном и навсегда закончить кровопролитие. В Армении потихоньку приходит понимание, что это единственно правильный путь. После возвращения земель в Лачинском районе следующий шаг – это вывод незаконных вооруженных формирований. Действуя в такой логике, мне кажется, Азербайджан, он совершенно четко, когда оптимальным образом сейчас сочетает силовые методы и методы политико-дипломатические для того, чтобы заставлять Армению занимать конструктивную позицию. Такая политика Азербайджана, ну, давайте говорить откровенно, поддерживается Россией. Нам главные боли с обострением ситуации на Южном Кавказе абсолютно сейчас ни к чему. Как только в России и Азербайджане увидят последовательное выполнение Армении мирных договоренностей, то может состояться очень важная встреча – Путина, Алиева и Пашиняна. Повод есть. 10 ноября исполнится два года мирным договоренностям. Срок немаленький, и в Кремле хотят подвести позитивные итоги, а не слушать очередные обещания. В неделе в центре нашего внимания небывалый скандал в российско-армянских отношениях. В Армении националистическая партия Ассасна ЦРР сделала скандальное заявление, согласно которому за взрывом 14 августа на торговой площадке Сурмалу в Ереване якобы стоит Россия. Надо сказать, что это заявление националистов активно подхватили и стали распространять в информационном поле республики. В Москве на такие абсурдные заявления отреагировали резко. Посольство России в Армении выразило возмущение в связи с обвинениями в адрес российской стороны в причастности к взрыву. ДИП-ведомство направило ноту в МИД Армении. Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа сего года на территории торгового центра Сурмалу трагедии. Российские эксперты также возмущены обвинением националистов, которые человеческие трагедии используют в своих политических целях. Запредельное сумасшествие и неадекватность попытка обвинить Россию в революбах, которые произошли Армении и Ереване. Наоборот, президент России выразил свои соболезнования армянскому народу. Гибель мирных людей – это всегда трагедия. То, что армянские радикалы любую ситуацию теперь самую фантастическую пытаются использовать для антироссийской риторики, это показывает, кто эти люди на самом деле. То есть такая вот реальная неадекватность. И это говорит о том, какие люди с точки зрения менталитета, нравственности, политической своей подготовки находятся в этом радикальном армянском и лософобском крыле. Российские дипломаты подчеркнули, что рассматривают публикации в армянских СМИ как провокацию местных политических сил, которая нацелена на подрыв российско-армянских отношений. В посольстве заявили, что ожидают от властей страны шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений. Однако премьер Армении Никол Пашинян сразу не отреагировал на эту провокацию. Только на четвертый день он исключил версию теракта. Но ни слова не сказал о скандальных заявлениях партии САСНАЦРР и некоторых политиков. Пока следствие не завершено, не стоит делать поспешных выводов. Однако видео с места трагедии позволяет исключить версию теракта. Я видел дым, бегущих людей и только потом произошел взрыв. Жесткой реакции не последовало. Пашинян не хочет вступать в конфликт с радикалами. Что это? Страх или молчаливое одобрение? То, что власти Армении, то, что официально Ереван на это никак не реагируют, это ставят под вопрос, а его адекватность такая, они солидарны. Подобные высказывания. Или они боятся против них что-то сказать, что-то сделать. Одно из двух. Или действительно боятся. Или солидарны с этим мнением. В любом случае, это серьезный повод задуматься властям Армении. Потому что если ситуация окажется в руках националистов, то полыхнет не только в Армении, но и на всем Южном Кавказе. Теперь очевидно, что радикалы влияют на реализацию Ереваном трехсторонних договоренностей. Армении, Азербайджан и России. Движение к миру было бы быстрее, если бы не армянские радикальные группы, сидящие в засаде и выжидающие грубые ошибки от власти, чтобы совершить госпереворот в стране. Такой расклад может быть выгоден Западу, но никак не России и Азербайджану, выступающих за мир и развитие Закавказья. В Кремле не любят принимать скоропалительных решений. Нынешний радикальный наезд армянских националистов на Россию обязательно будет спокойно проанализирован и будут сделаны определенные выводы. Меры последуют позже. Какие они будут? Это будет зависеть от последующих действий премьера Армении Пашиняна. Очевидно, сегодня у него есть шанс сгладить острые углы, начав выполнять мирные договоренности по Карабаху. Возможно, это будет болезненный для него процесс, но в то же время он сможет таким образом нанести сокрушительный удар по радикалам. На неделе легендарному Муслиму Магомаеву исполнилось бы 80 лет. Он родился в Баку в разгар Великой Отечественной войны. Его песни всю жизнь несли людям тепло, радость и хорошее настроение. Он был любим на всем пространстве Советского Союза. Азербайджанский народ по праву гордится Муслимом Магомаевым, потому что он был и великим певцом, и великим композитором. Ему не было равных на советской эстраде. И звучащие сегодня песни в исполнении Муслима Магомаева вызывают у всех у нас светлые чувства. Муслим был человеком, очень привязанным к своей родине. Хотя большую часть своей деятельности Муслим проводил на гастролях в Москве и других городах Советского Союза, несколько раз в год он приезжал в Баку, давал концерты, а также общался здесь со своими друзьями. У нас было много встречи в Москве и в Баку, и нас связывали очень теплые отношения. В честь юбилея на родине Муслима Магомаева в Баку, в самом центре города, на территории Национального Приморского парка, на берегу Каспийского моря, открыли памятник. Президент Азербайджан Альхам Алиев вместе с женой Магомаева Тамары Синявской сдернули белую ткань с бронзовой фигуры Муслима Магомаева. На самом красивом месте города, на Приморском бульваре, прямо на фоне любимого всеми нами Каспийского моря, который он воспевал в своей незабываемой песне «Синяя вечность», стоит великолепный памятник Муслима. Олицетворяет его красоту, его талант, его стать, его гордый облик, его достоинства. В честь юбилея величайшего певца современности в Баку провели вечер памяти. В мероприятии приняли участие артисты из Азербайджана, России, Италии и Грузии. Почетным гостем концерта стала супруга Муслима Магомаева и его главная муза Тамара Синявская. Вот эти кадры облетели многие телеканалы. Как президент Азербайджана, Ильхам Алиев, берет на руки Синявскую, помогая ей спуститься с лестницы сцены. Многие зрители в комментариях к видео восхищались джентльменским поступком президента Азербайджана. Браво! Настоящий мужчина! Галантный и внимательный! Наш президент – настоящий джентльмен! Вот этого точно не ожидал! Браво вам, Ильхам Алиев Гейдарович! Даже слезы от радости потекли! Тамара Синявская была растрогана тем, что в Азербайджане помнят и чтут народного артиста. Если он этого еще не увидел и не услышал, хочу сказать, что его очень помнят, очень любят и очень чтут в его родном, замечательном Азербайджане. И это неудивительно! В Азербайджане трепетно относятся к своей истории. В свою очередь, Муслим Магомаев был человеком мира, постоянно гастролировал, но никогда не забывал свои корни, свой родной Баку. Муслим Магомаев говорил, что был в разных городах, красивых и больших, но Баку все равно для него оставался самым прекрасным и родным. «Азербайджан – это мой отец, а Россия – моя мать», – повторял музыкант. В Москве он жил, но, по иронии судьбы, одной из последних его композиций стала песня «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, записанная в марте 2007 года. Я сегодня, когда мы памятник открывали, сказал, что песня «Прощай, Баку», которая сейчас прозвучала, она была написана им уже незадолго до его кончины. И я ее услышал впервые на церемонии прощания с Муслимом в Баку в здании филармонии. И очень сильно она подействовала, потому что он прощался с городом, прощался с друзьями, прощался со своей жизнью. И как тяжело ему было написать эту песню, и какие чувства он испытывал, об этом можно только догадываться. И, конечно же, говоря об этом, я сказал, что вот этот памятник, который здесь стоит, он говорит о том, что Баку с Муслимом никогда не прощался и никогда не простится, и он с нами. Чтут великого Муслима Магомаева и в России. В честь юбилея на российском федеральном канале вышел сериал «Муслим Магомаев». Его день рождения москвичи традиционно несли цветы к памятнику артиста Москве. Однозначно поцелованный Богом человек. Вечный, вечный. Пример во всем. Мужчины, певца, музыканты великого. По мне, ну, это гениальный человек, гений. Планета музыки. Муслим Магомаева, он один. Он опять действительно, вот как был у нас Юрий Гагарин, и он тоже дистанет этот человек у нас, Муслим Магомаев. Муслима Магометовича нет с нами уже 14 лет, но он до сих пор делает очень важное дело, объединяя народы России и Азербайджана, всего бывшего Советского Союза. Очень важно эту связь не терять и передать ее следующим поколениям. Такие события оказались в центре нашего внимания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова